Всем привет! Рубрика вашей посылки на моем канале. Друзья, добро пожаловать! Сегодня поделюсь своим мнением о пяти ароматах, которые мне выслала моя зрительница Наталья из Италии. Это была огромная посылка с самыми разными ароматами, отливантами, с флаконом круизного ангела. Огромное вам за это, Наталья, просто спасибо! Я снимала уже несколько видео, делилась своими впечатлениями, мнением об ароматах. Их действительно было очень много, осталось у меня буквально 10. О пяти из них поговорим прямо сейчас. Итак, начнем. Первый аромат, с которым я очень хотела познакомиться, потому что слышала отзывы на него хорошие, положительные. Я слышала о том, что это клон табакованиль от Тома Форда, хотя мне не зашел табакованиль, но мне хотелось послушать, мне хотелось сравнить, действительно ли клон, а что услышит мой нос и так далее. Я говорю об аромате Мак, бренд Мак, и аромат называется Velvet Teddy. Я думаю, многие из вас знают этот аромат. К сожалению, он уже снят, ему нигде не купить. Это действительно очень похожая версия, ну не версия, очень клон, я не знаю, как назвать правильно. Действительно похож на табакованиль, но мне даже вот больше напомнил все-таки шерги. Вот они как-то, знаете, давайте я, наверное, прочитаю, что я записала, вот самое первое впечатление, как обычно я записываю в свой блокнот. Классно, немного напомнил шерги и табакованиль в одном флаконе, вот как будто бы табакованиль и шерги вот прям смешали и разлили по флаконам Velvet Teddy, да? Они очень похожи, он похож как на шерги, так и на табакованиль, хотя шерги и табакованиль, кстати, тоже между собой как-то вот перекликаются. Аромат достаточно медовый, густой, сладкий, много здесь бобов тонка, вот прям слышно, они такие першащие, знаете, аж першит, да, вот в горле где-то вот этой сладости такой вот этих бобов тонка. Ванили, кстати, ярко, прям я в этом аромате не услышала, несмотря на то, что многие его сравнивают, да, и я в том числе сравниваю с табакованиль, но ванили здесь как таковой прям я не услышала. Для меня это все-таки в первую очередь бобы тонка и мед. Аромат очень хороший, на самом деле, я тут даже написала, я бы носила, и потом я пишу, значит, дописываю, да, со временем в базе стал приторным, а с густым медом, немного першащий, тут главное не перебарщивать, да, то есть в базе этот аромат стал, ну, просто очень похож на табакованиль, мне кажется, вот практически один в один, и меня он утомил. Утомил здесь, главное, как я сказала, не перебарщивать, потому что аромат очень яркий, очень насыщенный, но эти бобы тонка просто сводят с ума, очень много меда, все такое густое, тягучее, сладкое, знаете, шершавое. Вот, ну, в общем и целом, мне этот аромат понравился. Понравился он неплохой, если бы у меня был флакон, к примеру, я бы наносила максимум два распыления, этого достаточно, аромат очень шлейфовый, он очень стойкий, хорошие парфюмы, и жалко, что сняли, потому что, я думаю, многие бы купили этот аромат на замену там табакованиль или ширги. Вот это хорошая замена, но, к сожалению, недоступная уже. Едем дальше, следующий аромат, который меня удивил, почему? Удивил, потому что он называется Versace Pour Femme Oud Oriental. И я ожидала услышать Oud Oriental, ну, то есть какой-то ориентальный уд, что-то связано с удом и так далее. Я даже вот не очень и хотела его тестировать, честно вам скажу, как-то я боялась, вот думала, сейчас какой-то уд мне ударит, значит, в нос и так далее. Но, несмотря на название этого аромата, Oud я здесь не услышала от слова, совсем от слова вообще, короче, вообще не услышала я здесь никакого Oud. Но аромат мне очень понравился, это потрясающий кожаный, благородный аромат, очень хороший, друзья, просто вау, я не ожидала к бренду Versace, я отношусь, ну, так вот нейтрально, наверное, у меня нет ни одного аромата. В коллекции, да, ни одного. А вот этот я бы вот купила, он мне очень понравился. Очень хорош, здесь такая ореховая кожа. Ореховая кожа, это сразу вот прям предвкушение какое-то, даже замша с гелиотропом. Я посмотрела, конечно же, в пирамиду, и я поняла, что этот ореховый оттенок даёт гелиотроп. Я не всегда угадываю гелиотроп в парфюмерии, и он иногда звучит, так знаете, немного звонко. Вот мне настолько сложно описать, вот он как будто бы даёт ощущение свежести небольшой, вот звонкости. И в то же время, ну, не пудра это, это не пудра, это не пудра в понимании там фиалковой какая-то пудры, да, или там косметическая пудра. Это не такая пудра, вот она грубого какого-то помола, такая вот свежая. Ну, вот ощущение вот этой вот перечёртости, вот шероховатости, вот в ноте вообще гелиотроп, вот она как-то улавливается. Ну, я надеюсь, вы меня понимаете. Я пытаюсь, как обычно, у меня главная задача стоит, как обычно, передать вам, чем это пахнет в первую очередь, да, чтобы составить какое-то представление себе в голове. Я слышу розу. Друзья, я слышу розу нежную, очень-очень нежную, белые красивые цветы, но это не какой-то пышный букет из белых цветов, это не какие-то агрессивные белые цветы, типа там апельсинового цвета, или жасмина, или тубероза, да, понятно. Это какие-то вот супернежные, вот прям благородные, опять же, белые цветы, их здесь мало, но они здесь есть. Они вот прям добавляют, вот знаете, они составляют вот как бы композицию саму, то есть ты их улавливаешь в этом многообразии, да. Ой, я слышу белые цветы, очень красивый кожу и гелиотроп, и нежная роза, да, нежная роза, гелиотроп, белый какой-то очень красивый и благородный цветок и кожа. Это 4 основные ноты, которые слышит мой нос. Дальше на фрагрантике, ну там практически 90% вообще отзывов говорят о том, что это обыкновенный пудровый аромат, и что здесь люди слышат пудровую, фиалковую пудру, то есть вот такое вот направление. Кстати, здесь заявлено, действительно, фиалка, но я этого не слышу. Я не скажу, что я прям совсем не слышу, но есть какой-то там намек, да, как я уже сказала, вот есть композиция, в ней кожа, в ней роза, в ней белый цветок, а в ней гелиотроп, и в ней, соответственно, фиалка, то есть она не выделяется, она не яркая, она не какая-то вот основная здесь, да, поэтому я бы не сказала, что он пудровый, я вообще не говорю, он не пудровый для меня, немного, вот знаете, как я говорила в начале, да, вот этот гелиотроп, он дает ощущение от такой грубой пудры, грубого какого-то помола, но вот есть момент пыльности, вот этой шероховатости, которую пудра дает, да, но не более того, то есть это не фиалка, вообще для меня, может быть листик фиалки, но в первую очередь гелиотроп для меня, друзья, гелиотроп и очень нежная, красивая роза, вот знаете, ощущение тонкая какая-то там, перчатка женская, и эта роза там у нее в руке, аромат, он такой, знаете, он несложный на самом деле, ну просто благородный, я не знаю, короче, мне так понравился, мне сложно его описывать, он мне очень понравился, я удивлена, я вот удивлена прям, я глядя на этот флакон, вот когда я его загуглила, посмотрела, что это за флакон, он такой золотой, он мне вообще как-то не внушил доверия, как-то не впечатлил, но когда я этот аромат на себя нанесла, ну круто, мне понравился, не знаю, если вам тоже нравится этот аромат, напишите об этом в комментариях, что вы здесь слышите, вы слышите вот ту фиалковую пудру, которую все говорят, или вы слышите все-таки в большей степени кожу, розу, там вот как я писала, да, очень интересно, как следующий аромат, знакомство, с которым я оттягивала как могла, это сплендида туберозы мастик от булгари, почему оттягивала, потому что это тубероза, понятно, вот, да, это тубероза, это, понимаете, я очень хочу всегда объективно оценить аромат, но мне очень сложно, потому что туберозы я не люблю, здесь тубероза сладкая, сливочная, то есть это та тубероза, которая, в принципе, современна, но с небольшой оговорочкой, почему, я сейчас объясню, да, есть тубероза типа Гуччи Блум, Блум или какой, Фьори, ну, который такой розовый, в общем-то, керамический флакон, вы поняли, он такой туберозный, не помню, как это называется, к сожалению, там куча тоже фланкеров есть, и он хороший, это сладкая тубероза, тубероза, это линтерди, живанши, это сладкая тубероза, то есть это современные туберозы, которые я понимаю и даже могу на себя нанести, и в каких-то даже моментах они мне нравятся, и есть туберозы, которые вон те древние жирные туберозы, очень агрессивные, типа органзы, типа Карлина Эрера, такая вот, знаете, продолговатая, такой флакон у мамы моей есть, я дарила когда-то ей тоже этот аромат, она очень любит, ну, короче, вы поняли, есть туберозы какие-то, знаете, такие вот, престарелые, вот у меня вот только такое вот слово приходит мне в голову, престарелые туберозы, и, короче, молодые, вот юные и не очень, так вот здесь тубероза бальзаковского возраста, я так скажу, наверное, знаете, она еще не престарелая, но она уже и не юна, а вот как-то странно сегодня описываю аромат, и, ну, короче, почему, потому что здесь немного горечи, все же я слышу, для меня вот та самая престарелая тубероза, это когда немного горьковатости какой-то, вот такое вот, знаете, ощущение, как будто бы вот это вот масло, как сказать, этот цветок, его прямо убивает, и из него течет сок, и какое-то аж масло, и оно горчит, вот этот аромат может горчить, но буквально вот капелюшечку слегка, но мой чувствительный нос, чувствительный к туберозам, я имею в виду, вот эту вот горечь как бы вычислил, поэтому, ну, вот такая вот история, значит, сладко-липкая сливочная тубероза, аромат современен, безусловно, красив, очень стойк, очень шлейфовый, вот это вот у него прям не отнять, ну, как и у всех туберозных ароматов, честно вам скажу, если вам нравится тубероза, я очень прям за вас рада, я, исходя из там опыта тестирования огромного количества самых разных ароматов, прихожу к выводу, что если в парфюме заявлена тубероза, если я ее там ощущаю, то, как правило, это просто очень стойкий аромат, и, как правило, вот эта вот туберозность, она дает очень красивый шлейф, поэтому, да, вот обратите внимание, вот просто проанализируйте, возможно, вот вашу коллекцию, и ароматы, в которых заявлена тубероза, такая достаточно яркая, они очень, очень яркие сами по себе, эти ароматы, очень шлейфовые, очень стойкие, ароматы точно так же, как и вот эта вот сплендида, а здесь вроде как тубероза отдельно, а сладость отдельно, немножко горчит, да, то есть, это не то, чтобы прямо сладкая тубероза, я так долго описываю этот аромат, несмотря на, ну, я как будто бы пытаюсь оправдаться, почему я вот его не буду носить, но вот просто потому, что я не люблю туберозы, но я хочу быть максимально объективной, да, тубероза не просто вот сладкая, ты вдыхаешь, вот свежую какую-то туберозу, вот этот цветочек, ты вдыхаешь, я, кстати, никогда не вдыхала, но я представляю, она вот такая вот свежая, вот такая вот сладкая, нет, здесь ощущение, как будто бы туберозу окунули в какую-то сладость, вот сладко-липкая мне здесь написано, вот что-то, какой-то сиропный, вот такой вот момент, Прям течет по этой туберозе. Ну, вот такой вот. Надеюсь, я смогла, да, как смогла. Друзья, я попыталась подробненько описать этот аромат. Я думаю, любителям туберозы он понравится. Это сливочная тубероза. Она не уходит в слишком липкая сладость, потому что присутствует все-таки небольшая горчинка. Поэтому хорошо, аромат хороший. На самом деле, объективно, он красив. А дальше у нас два аромата от Томфорте. Первый из них это Чампака Абсолю. И он очень классный. Это то, та категория парфюмов, о которых я говорю. Вот мне нравится эта гнильца. То есть есть вот ароматы, в которых... Ну, сейчас что мне приходит в голову? Это гнилая слива Dark Purple. Еще несколько точно есть. Просто сейчас вот просто вылетела, да. Я люблю вот этот момент, знаете, такого вот... Marry Me от Lanvin или Lanvin, как правильно? То есть такой вот флакончик с бантиком. Вот такой вот весь такой принцессочный какой-то вот аромат. Флакон, точнее. И аромат, кстати, многие говорят, это весна, цветы и так далее. А для меня там присутствует момент гнили. И именно это меня в нем супер привлекает. Мне прямо очень нравится. И вот в этом аромате Чампака классные с определенной долей гнильцы. Вот сразу, сразу я почувствовала. Знаете, вот типа подгнивший какой-то фрукт, он не совсем сгнил, он только начал подгнивать. Или вот цветы, которые застоялись в вазе, и они вот здесь вот такие вот пышные, красивые. А вон там вот они такие уже слизькие, какие-то, знаете, вот эти вот стебли. Ой, ну мне нравится такое. Самый красивый жасмин. Вот в базе, знаете, вот это вот как-то все рассеивается. Вот это вот, но момент увядания у этого аромата просто, ну, не отнять. Вот это вот увядание, этот гнильца рассеивается, остается жасмин, но с присутствующей вот это ему, может быть, индолом каким-то. Но, но это не индол, это не индол, это все же, это все же, вот это вот, знаете, такое вот разложение. Запах алкогольного брожения, да. Потом, знаете, я пошла когда в пирамиду посмотреть, что, что это дает вот этому вот гнильцу. Оказалось, самая первая слышимая нота, по мнению пользователей фрагрантики, это нота была, по-моему, ром. Ну, там бокал алкоголя. И я поняла, что это момент брожения, то есть это вот именно тот самый алкогольный аккорд. Я не так много, точнее, ну, вот я слышала, ну, может быть, достаточное количество, может быть, не так много, как хотелось бы, ароматов с нотой алкоголя любого. И я не всегда понимаю, как пахнет алкоголь в парфюмерии, вот. И, возможно, другой человек, другой какой-то нос понюхал бы этот аромат и сказал, это же типа там, ну, алкашка какая-то, да, там ром какой-то или там виски какой-то. А я вот не угадаю, для меня это вот какое-то брожение, какое-то, какая-то гнильца, вот что-то такое, понимаете. Поэтому, ну, скорее всего, так и есть. Почему пользователи отметили ром в первых, значит, слышимых нотах? Ну, потому что вот это правда так. Просто я его обозвала подгнившими цветами. А на самом деле, вот в базе уже, когда я посмотрела в пирамиду, когда аромат начал рассеиваться, когда я услышала жасмин, я поняла, что дает вот эту ноту. И это оказался алкоголь, вот такой вот момент брожения. И, короче, классно. Мне очень понравился этот аромат, я думаю. И здесь еще, знаете, вот тоже у меня, значит, здесь алкогольная нота с элементом, с ореховым элементом, короче, с каким-то ореховым подтоном. И это тоже очень круто. Это очень круто, вот ореховый какой-то алкоголь. Вот он такой, знаете, вот крепкий. И этот орех такой крепкий, и он так классно пахнет. Ну, класс. Может быть, даже это, знаете, когда молодой орех, такие вот шкурки, вот эти вот, ну, вы поняли, эти белые, когда вот так вот чистишь вот это вот само зернышко, да, и вот это тоже такой вот запах. Ну, короче, очень классный аромат, мне очень понравился. Для меня он пахнет ореховым вот алкоголем с моментом увядающих, застоявшихся в айзоцветов. Мне такое нравится, люблю. Значит, мне, наверное, нравится алкогольный аромат, раз я так всегда вот цепляюсь за эту вот гнильцу такую. Вот, иногда именно алкоголь дает момент гнили в парфюмерии, ну, гнили, брожение. Ну, короче, последний аромат, который, о котором я читала очень много, точнее, видела очень много, ну, в принципе, читала тоже в Инстаграме. Многие блогеры фотографируют этот флакон, многие его купили и так далее. Далее я говорю об аромате роза Прик от Тома Форда. Очень красивый флакон, такой, знаете, будоражит прямо, хочется, ну, такой, ну, для девочек, ну, любимый такой, ну, я лично люблю, вот, иногда хочется чего-нибудь такое, знаете, вот, такое чисто девчачье. Вот, я вот представляла, только представляла, как это пахнет, потому что большинство людей говорили о том, что аромат не какущий, он обыкновенный, ничего в нем, типа, там, нету и так далее. Но мне сложно уже в этой ситуации быть объективной, потому что я очень люблю розы. Вот я розы просто очень люблю. Для меня это всегда хорошо, практически всегда. И точно так же здесь. Ну, это хорошо, ну, это хорошо, ну, это правда хорошо. Это красивая. Самое интересное, что это теплая роза. Я вот, как правило, когда описываю ароматы, когда знакомлюсь с какими-то ароматами, если там присутствует роза, как правило, я всегда говорю о том, что роза томная, роза черная, роза бархатная, роза... Это свежая, роза вот холодная, она после дождя, там, она в снегу, она во льду, ну, вот все в таком вот духе, да, то здесь это теплая роза. И это, наверное, впервые со мной случилось, когда я услышала теплую розу, не холодную, не строгую. Я слышала уже спецевые розы, да, но вот это вот самое, что не наесть спецевая роза, это как горячая, знаете, вот это, наверное, со мной впервые. Вот горячая роза, правда. Я не знаю, слышите вы тоже здесь именно теплую розу, потому что, ну, я никак не могу сказать, что это роза в саду, там, роза после дождя, ну, нет, не весенняя, нет. Это теплота. Очень классный в базе, классный пачули. Здесь, кстати, пачули очень такие мощные, очень такие пышные, зеленые, прям хорошие. При этом очень такая теплая, даже горячая спецевая роза. Ну, классный. Мне он очень понравился. Я бы вот прям носила бы с удовольствием. Обожаю, когда меня ароматы удивляют вот в таком ключе, да, когда я все время слышала холодные розы, тут я услышала розу теплую. Или когда я все время слышала какие-то влажные вот ароматы. Я помню, как меня впечатлил Белло Ребелло от Ликвидис. И я до сих пор очень хочу его купить себе в коллекции, потому что он меня супер удивил. Там я услышала сухое вино, сухофрукты. Это, ну, я услышала сухость вот эту вот, знаете, сухой просто парфюм. Для меня это было впервые, для меня это было открытием. Я никогда не слышала настолько сухой аромат. Это круто было. Вот точно так же произошло с этой розой. Это прямо теплая, горячая роза. Мне это очень понравилось, друзья мои. Если вы знакомы с каким-то из этих ароматов, обязательно пишите ваше мнение, впечатление. Всегда очень интересно почитать, а как люди слышат эти парфюмы. Да, я благодарю вас за просмотр. Желаю вам вообще классных альфакторных впечатлений. Пускай все будет круто. Всем пока.